Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о кустарнике, который удивляет и восхищает своей красотой. Это Стефанандра надрезанолисная, сорт называется Криспа. Довольно-таки интересный кустарник, прежде всего своей необычной подушковидной формы кроны, с длинными стелющимися по земле побегами и резными листочками. Стефанандра относится к семейству розоцветных, так же как и спирея. Происходит из восточных стран. В дикой природе она встречается в Японии и Корее. Стефанандра очень популярна во многих странах Европы. В наших садах пока еще редко можно встретить этот красивый ажурный кустарник, но он уже с уверенностью завоевывает популярность и нашу любовь. В народе его еще называют мужской венок. Это растение с резной зубчатой листвой и нежными мелкими белыми цветами зеленоватого отлива, обильно покрывающими весь кустик в период цветения. Цветы имеют легкий приятный аромат. Кустик со стелющимися распростертыми ветвями похож на плотную подушку или такой светло-зеленый нежный пуфик. Осенью цвет меняется на оранжево-желтый с красно-коричневыми пятнами. Очень красивый декоративный кустарник в осеннем саду. Эффектно на белом снегу зимой смотрятся красные побеги куста. Стефанандра Криспа – это карликовый кустарник. Высота его достигает 50-70 сантиметров. Ширина густой плотной кроны составляет около полутора метров. Растет быстро. Растение можно считать почвопокровным. Стефанандра светолюбива, но мирится с легкой полутенью. Растение предпочитает защищенное от ветра место. Не терпит засуху и застой влаги. В засушливое лето необходим регулярный обильный полив. Для удержания влаги рекомендуется хорошо мульчировать почву вокруг куста. Мало требует надпочвенным условиям, но предпочитает нейтральные, дренированные, влажные, легкие, плодородные почвы. Устойчива к болезням и вредителям. Стефанандра отзывчива на подкормку минеральными удобрениями и органикой. Обрезку проводят для формирования кроны, так как при большой загущенности часть побегов сбрасывает из-за недостатка освещенности листву и куст теряет свою декоративность. Также проводят санитарную обрезку, убирая весной сухие, поврежденные, подмерзшие и больные ветки. Взрослый куст стефанандры хорошо зимует и его можно не укрывать, а вот молодые растения следует укрыть на зиму. В суровые зимы побеги могут обмерзнуть, но растение быстро восстанавливается. Кустарник легко размножается зелеными и полуодревесневшими черенками и отводками. Куст можно размножить также семенами, их высевают весной, присыпав легкой почвой. Стефанандра используется как почвопокровное растение для подбивки древесно-кустарниковых групп. Рекомендуется для посадок на гравийные отсыпки, в ракариях, на подпорных стенках и на склонах. Применяется для создания низких стрижных форм, особенно бордюров, а также можно выращивать в больших контейнерах, как ампельник. Стефанандра надрезанолистная, экзотический ажурный кустарник, который способен украсить любой сад. Стефанандра криспа восхищает и удивляет своей красотой. Обратите внимание на это чудесное растение. А я буду очень рада, если вас заинтересовала эта новинка. Желаю вам удачи, новых покупок, редких приобретений и неиссякаемого желания творить и украшать свой сад. А у меня на сегодня все. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. До свидания.